Делать отдельный ролик, Слава, это просто люди должны знать. Я когда читала, мне потом в чате писали, почему нам об этом не говорили раньше. А вот он учебник, называется «Логика», учебник для средней школы, выпуск 1954 года, доказательство существования Бога, высшего разума на базе советского учебника «Логика». Вот, пожалуйста, просто поражаешься. До какой степени нам вообще ничего не говорили, нас задурачили и всё. Так что просто поражаешься. И такие примеры ещё. Здесь, значит, доказывается, вскратце просто расскажу. Здесь, значит, говорится, что то, что мы не видим или мы не понимаем, это не говорит о том, что этого нет. И даются обычные такие примеры. Например, попробуем провести аналоги, применим метод сравнения, описанный в учебнике «Логики». Возьмём, к примеру, низшие формы жизни. Мы же тоже являемся низшими формами жизни для высших форм. Вы, конечно, тоже это можете понимать. Вот, например, для нас низшие формы жизни – это насекомые, домашние птицы. Вот, например, комар. Комар живёт один день, то есть сутки. А человек живёт, ну, возьмём примерно 100 лет, 36 500 дней или суток. Человек построил дом, а комар залетел в дом и уселся на потолке. Комар не знает, что это дом, что его построил человек. У комара не хватит жизни, чтобы изучить устройство дома, даже если бы у него была такая возможность на уровне познания. Что знает комар? Он по-своему видит теплокровное существо и стремится получить от него кровь посредством высасывания её через хоботок. Это всё, что знает и умеет комар. Возьмём курицу. Человек построил курятник, поселил туда кур. Куры не знают, что это курятник построил человек. Не знают применяемых при этом технологий, что он для этого делал, чем покрывал крышу. Куры просто несут яйца, а из них вылупляются цыплята, которые также не знают, что живут в курятнике, который построил человек. Они не знают, кто такой человек. Они иногда видят нечто огромное, которое сыплет им корм и собирает яйца у несушек. Они рождаются и умирают в курятнике, даже не думая, что его кто-то построил. И вообще не воспринимая курятник как строение, да попросту не замечая его вообще, будучи озабочены исключительно употреблением корма, потому что у них нет разума понять и осознать это. По сути, то же самое остаётся относится и к остальным животным. Человек. Не тот человек. Человек обладает разумом. Следовательно, он не может, родившись на Земле, в конце концов, не задуматься однажды, как это появилось, откуда всё это взялось. По мере возрастания, обнаруживая в себе стремление к упорядочению, творчеству деятельности, применяя полученные знания и изучая окружающий мир, человек не может не видеть аналогии своей деятельности в устроении изучаемого им окружающего мира, сообразно своей размерности и масштабу. Если человек не понимает, что и этот мир, в котором он родился, и что это такое, и все открытые и упорядоченные им элементы были созданы разумом одного масштаба и размерности, в его упорядоченном относительно друг друга состоянии может ли такой человек считать разумным? То есть, если человек не понимает, что кто-то построил нам вот этот мир, упорядочил нам всё и день, и ночь, и солнце, и луну, то этот человек не может считаться разумным. То есть, в этом же учебнике говорится, что нам это всё построили. Это говорилось ещё в 1954 году. Это был учебник просто для средней школы. Нет, не может такой человек подобен курице, которая рождается и умирает в курятнике, не понимая того, что курятник кто-то построил для её содержания, и вообще не замечая курятника, будучи озабоченным исключительно потребительскими мотивами существования. Вывод. Человек разумный в полной мере может считаться тот, кто видит, подмечает следы разумной деятельности, будь то неловкие приспособления дикого человека из джунглей или совершенное устройство Вселенной и её элементов, творения высшего разума. То есть, человек должен постоянно наблюдать и видеть, что этот мир кто-то нам построил. Только такой человек может считаться разумным. Слава, представляешь? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Учебник «Логика» для средней школы выпущен в 1954 году. То есть, это сталинский учебник. Здесь даётся надстройка, адаптер к советскому учебнику «Логики». Расширение понимания для материалистов. «Любое знание, умение требует постоянного обновления, иначе это будет мёртвое знание, не поспевающее за непрестранным развитием человека. Оно подобно камню на шее плывущего. Это абуза, обитая в бетоне, затвердевшая бесполезная глыба, не дающая человеку развиваться далее. Потому в наше время следует переосмыслить само понятие материи, так как мысль материальна. И это материя особого качества, определённого состава и величины фракции. Следовательно, и она попадает под категорию материи. То же и с управляющими структурами, высшими силами. Бог Всевышний — это проницающее мироздание тончайших, тончайших связующих начал. Именно всепрекновение — это первооснова любой материи. Её Матерь — начало бытия. И никакого противоречия тут быть не может». Написано это для того, чтобы попытаться понять и поднять на новый уровень сами бессмертные идеалы, удерживаемые на дне отвердевшим бетоном, несовершенным, застопорившимся в своём развитии знанием о материи. Поэтому, когда мы читаем, что первичность материи следует адаптировать, это сообразно, вышеизложенному первичной управляющей материи всегда имеет более тонкую структуру. Пример. Первичность более тонкой материи — её доминанта. Допустим, металл и человек. Сравним. Человек, а конкретно его физическое тело, более тонкоматериален по отношению к металлу. Человек добывает металл, делает из него механизмы, автомобили. Более тонкоматериальный человек садится в изготовленный им же более грубоматериальный автомобиль и управляет им, задаёт ему направление движения. Человек доминирует или управляет грубой материи. Пример второй. Первичность более тонкой материи, её доминанта. Человек и мысль. Что такое мысль? Человеку пришла мысль или сигнал от управляющих им высших его составов, его создателей, творцов. Например, поехать на автомобиле. Человек, управляемый тонкоматериальной сущностью, то есть своим высшим составом, садится в созданный им автомобиль и управляет более грубоматериальным относительно его самого автомобиля. Здесь, на этом примере, вы можете проследить иерархическую цепочку управления мирозданием. Пример из жизни про любовь. Здоровая детина вполне может быть управляемой своей возлюбленной, тонкой красоткой. Этот бугай, который может уложить пятерых, послушан своей любимой, которую он любит за её тонкую красоту и тонкое же умение им управлять. За тонкое умение нравиться ему, не надоедать ему, вовремя уделять внимание, где-то промолчать, чего-то не заметить. Эта женщина обладает знаниями, тонкостей общения и управления. Это врождённое знание у женщин. Порода. Тут более грубый и сильный мужчина добровольно подчиняется хрупкой и беззащитной в физическом плане женщине. И это есть власть любви в нашем земном понимании. Если бы кто-то более сильный потребовал бы, попробовал бы им управлять, он восстал бы и бился бы с ним до смерти. В этом случае он защищал бы свою честь. Пример четвёртый. В современной электротехнике. Для запуска электродвигателя 380 вольт сначала срабатывает реле от 12 до 24 вольт, к примеру, небольшое электричество, как мы видим, которое, соответственно, замыкает контакты. 380 вольт электродвигатель запущен. Тоже и с человеком. Пришла тонкоматериальная мысль. Человек сделал выбор. То есть принял решение. Это эквивалентно срабатыванию слаботочного реле. И замкнул контакты. Совершил действие. То есть внёс изменения в развитие хода бытия мироздания. Включил тот же рубильник. Всё равно, что включил тот же рубильник на 380 вольт. Нужно оговориться, что в тонкоматериальной управляющей сущности бывают у человека разными в зависимости от его нравственного состояния. Но в любом случае сигнал или мысль человек получает от тонкоматериальных управляющих им сущностей на предмет выбора. Выбор и определяет самого человека, его судьбу, саму жизнь. Кому принадлежат наши мысли? Ошибочно думать, что человек сам рождает мысли. Мысли даёт ему его высшие или низшие сущности, испытательного или охранительного порядка. из чего он делает выбор, определяющий его дальнейший жизненный путь. Отождествление человека со своими мыслями ведёт к неправильному пониманию происходящих процессов и приводит либо к гордыне, либо к осуждению себя же. То есть он сам себе приписывает негативные мысли. Но в самом человеке мысли не могут рождаться. Воля человека имеет выбори. При таком понимании исключена как гордыня, так и самоуничтожение. Корить себя мы вправе лишь за неверный выбор, а не за саму мысль, равно как и поощрять себя. То есть мысли нам приходят, они не рождаются в нашей голове. Творчество и вдохновение. Творчество также связано с определённого рода тонкоматериальными сущностями, инспираторами вдохновения творческого человека, который является составом человека по типу присадки приложения. И в то же время у них остаётся право находиться в автономном режиме, самостоятельно принимать решения. Это можно отследить на примере депрессии творческого человека, когда у него пропало вдохновение или чего-то не пишется, или что-то не идёт, или не клеится. Ведь если человек владел своим вдохновением, то разве бы оно у него пропадало, то оно тогда было бы без всяких ограничений. Мы делаем выбор, но и выбор делает нас. Пример третий. Два типа управляющих тонкоматериальной сущности. Сущность испытательного порядка подаёт мысли, направленные на испытание качества человека в зависимости от характеристик и нравственного состояния, на предмет делания человека выбор – да или нет. То есть человек всегда должен делать выбор – да или нет. Сущность охранительного порядка подаёт мысли, направленные на выход из создаваемых испытателем ситуации, на предмет помощи делания выбора. Опять-таки, принятия окончательного решения нет или да. В таком понимании материалистическая логика может быть применена и к понятиям духовного, тонкоматериального мира. По сути, чёткой границей или перехода между этими мирами не существует. Она существует исключительно в сознании человека, ибо сама мысль есть материя. Доказательство существования Бога на основе советского учебника логики. Цитата. Сравнение – это такой логический приём, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира. Человек, как существо, обладающее разумом, стремится упорядочить пространство вокруг себя для удобства предметами. Также можно сказать и о мыслях человека. Человек разумный стремится привести в свои мысли мироздание в стройную систему, имеющую перспективу развития, исходя из закономерности её поступательного воздействия, от меньшего к большему. Это и есть свойства разума. Пример первый. Таблица Менделеева. В своей периодической таблице Менделеев упорядочил расположение химических элементов согласно изменению их свойств. Он обнаружил в этом стройную систему закономерностей. Здесь его открытием было именно упорядочение элементов расположения их в порядке возрастания. Пример второй. Животный мир. Исследуя животный мир, человек зафиксировал свойства, параметры отдельно взятых особей, представителей того или иного вида животных, птиц, насекомых, рыб. Он классифицировал виды и подвиды отряда, семейства и прочее. Человек выстроил систему в описании животного мира. Пример третий. Инструменты. У хорошего слесаря на столе всегда будет порядок. Инструменты будут лежать или стоять в порядке возрастания. Сверла, метчики, коронки и так далее для удобства пользования. Также они упаковываются на заводе изготовителя. Тяготение к системности, упорядочение элементов по степени градации это неотъемлемое свойство разума. То есть разумный человек всё упорядочит, всё разбирает по полочкам. Тяготение разумного мышления к системности. Итак, если человек, обладающий разумом, сам имеет тяготение к упорядочению окружающего пространства, приведению его в систему, то кем были упорядочены обнаруженные человеком закономерности в строении мира? Ведь не Менделеев создал элементы, он лишь упорядочил их в таблице. И даже не он упорядочил, он обнаружил, что существует такая упорядоченность. Значит, создал элементы в их упорядоченном по степени градации состоянии некий разум более высокого порядка, потому как человек не обладает возможностью и технологиями подобных элементов создавать. Человек может лишь изучать их, работать с ними, упорядочив их, для удобства пользования в системе. тоже и с остальным материальными и нематериальным миром или тонкоматериальным. Кто создал этот мир, в котором мы родились и живем? Попробуем провести аналогии. Применим тут метод сравнения, описанных в учебнике логики. Комар. Комар живет один день, человек 36500 дней. Человек построил дом. Комар залетел в дом, уселся на потолке. Комар не знает, что это дом, что его построил человек. У комара не хватит жизни, чтобы изучить устройство дома, даже если бы у него была такая возможность на уровне познания. Что знает комар? Он по-своему видит теплокровное существо и стремится получить от него кровь посредством высасывания ее через хоботок. Это все, что умеет и знает комар. Курица. Построил курятник, поселил туда кур. Кура не знает, что курятник построил человек, не знает применяемых при этом технологий. Куры рождаются и умирают в курятнике, ничего не зная. Человек разумный в полной мере может считаться только тот, кто подмечает следы разумной деятельности, кто будет в неловке приспособлении дикого человека из джунглей и совершенное устройство вселенной в ее элементах творения высшего разума. Природа есть творение высшего разума. Бог не принадлежит никаким религиям и национальностям. Важно заметить, что высшеуправляющая сущность творец или создатель пространства, в котором осуществляется наша жизнь, не принадлежит никаким религиям и национальностям. Да, это было бы смешно поставить также все с ног на голову и тому подобное. В общем, все, что я хотела прочитать.